МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Вопросы строительства собора в Махачкале и межрелигиозных отношений обсудили патриарх Кирилл Московский и глава Дагестана. И высокие налоги или низкие доходы. Россиян с низкой зарплатой могут освободить от налогов. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для воспитанников учебного центра, для слабослышащих провели выездную экскурсию в ГУНИ. Патриарх Кирилл встретился в Москве с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Они обсудили вопросы строительства собора в честь Александра Невского в Махачкале, а также организацию «Единая зона безопасности у храма и мечети пророка Исы». Сейчас занимаемся тем, чтобы восстановить храм исторический. В Махачкале. Да, в Махачкале, вот на том месте, в котором вы благословили. Там не все просто получается, но мы работаем вместе, я думаю, нашли решение. Буквально вот крайняя встреча, которая была, мы пригласили туда представителей Уфтията, главу района и договорились о чем, о том, чтобы у нас там рядом центральная улица проходит, и с одной стороны прилегающая к озеру такая сквер, сквер территории, здесь у нас закладной камень, а с другой стороны уже в стадии высокой готовности мечеть Исы. Да, я видел этот план. И мы договорились о чем, сейчас и с Уфтием так же работаем, с Уфтиятом, с Умой мусульманской, чтобы зона безопасности была единой. Понимаете, да? Да, это очень хорошо. И это предложили сами наши мусульмане, это очень важно. Чтобы забота о людях, которые ходят и в мечети в храм, была единой. Во время беседы также были затронуты вопросы и межрелигиозных взаимоотношений в Дагестане. Игровой зал под прикрытием в Махачкале в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники управления по экономической безопасности обнаружили интернет-клуб «Вексельная система». За неоновой вывеской, зазывающей прохожих и заядлых игроманов, скрывался просторный зал с игровым оборудованием. Организатором являлась 31-летняя жительница столицы республики. По ее словам, в заведении продавали вексели, которые представляют собой игровые чеки. Как установило расследование, за обычными, на первый взгляд, компьютерами под видом ставок и торгов, происходила классическая игра на игровых автоматах, те же обезьянки и фрукты. В результате мероприятий также обнаружены изъято 20 системных блоков ПВМ, 21 монитор, игровые консоли 4 штуки, ТВ-мониторы и флэш-карты. С учетом того, что в действиях злоумышленницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматривается вопрос о принятии процессуального решения. За последние пять лет динамика промышленного роста региона существенно увеличилась. Об этом заявили федеральные эксперты, участвующие в разработке стратегии развития Дагестана до 2035 года. В ходе трехдневного визита они провели ряд встреч с сельхозпроизводителями и с представителями республиканских промышленных организаций. По мнению экспертов, подъему в промышленности поспособствовали объему государственных заказов. Но это не решило основные системные проблемы, которые накопились за последние десятилетия. Также была обозначена проблема отсутствия на территории Республики овощеперерабатывающих заводов. Окончательный вариант стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года будет представлен в августе этого года. Россиян с зарплатой ниже 13 тысяч рублей могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. С подобной инициативой выступила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не вправе начислять сотруднику зарплату меньше минимального размера оплата труда. А он равен прожиточному минимуму и в среднем по стране составляет сейчас около 11 тысяч рублей. Таким образом, если зарплата ниже 13 тысяч после уплаты налога на руки, сотрудник получает всего 9800 рублей, что в итоге меньше мрота. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно, если речь идет о красоте горного живописного края. Для воспитанников учебного центра, для слабослышащих – жизнь без ограничений. При поддержке Министерства по туризму республики была организована выездная экскурсия в Гуниб. Они посетили местный музей, где им рассказали об истории Дагестана. Далее они осмотрели гунибскую ГЭС, увидели мемориал «Белые журавли» и любовались окрестными видами с Верхнего Гуниба. Во время экскурсии всю информацию для слабослышащих переводила на жестовый язык директор учебного центра Зайнаб Мусаева. Целью мероприятия, по словам организаторов, было показать, что нет ограничений ни для кого, кто хочет путешествовать и познавать свой родной край. Важно показать всем, насколько у нас красиво, насколько у нас хорошо. Нам приятно видеть эмоции наших гостей, эмоции сегодня учащихся учебного центра «Жизнь без ограничений». Поэтому в дальнейшем мы будем поддерживать инициативу от таких организаций учебных центров и идти навстречу, и организовывать маршруты подобного плана не только в Гуниб, но и в другие районы Дагестана. В историческом парке «Россия. Моя история» начались курсы обучения руководителей групп паломников «Хадж». Всех участников отбирали путем тестирования. Во время обучения они пройдут каноническую подготовку, в ходе которой они ознакомятся с основными обязательными действиями выполнения «Хаджа». Также будет проведен инструктаж по организационным вопросам и правильного контактирования и взаимодействия с паломниками. Будут проводиться лекции от представителей МЧС, которые объяснят, как себя вести в разных критических ситуациях. По окончании курсов состоится экзамен, по результатам которого будут определяться будущие руководители групп паломников «Хаджа» в этом году. Наши руководители рейсов, руководители групп, это гиды, которые сопровождают огромное количество мусульман из республики Тагестан, чтобы они были квалифицированы, чтобы они знали, как себя вести в тех или иных ситуациях, чтобы они были подкованы не только в области канонических знаний, но и практически. Здесь все опытные руководители, и вот эти лекции в прошлые годы, их не было в этом году, это первый раз мы начинаем. И надеемся на священную Аллаху, что наши все руководители добросовестно выполнят свои обязательства перед нашими тагестанскими паломниками. Далее короткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. Около половины россиян работают не по специальности. По итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, около 47% граждан России трудятся не по профилю. Так, по словам экспертов, треть опрошенных никогда не работали по своей специальности, а 37% проходили курсы профпереподготовки. Основной причиной сложившейся ситуации являются низкий уровень заработной платы и безработица. По своей же профессии работает 58% россиян с высшим образованием. 260 тысяч цветов украсят парки и улицы Махачкалы. В скором времени на клумбах столицы будут свести питуньи, бегоньи, бархатцы и калеусы. Эти растения подготавливались в теплицах. Первые ростки появятся на территориях, где пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Помимо всего прочего, жители и гостей города порадуют цветение Каны – ярко-огненных цветов, сохраняющих яркость, красок до позднего лета. Открытый республиканский турнир по стрельбе из лука «Северная стрела-2019» пройдет в Дагестане. Принять участие в нем сможет любой желающий. По условиям соревнований для новичков стрельба ведется с расстояния 18 метров, для профессионалов – с 21 метра. Использовать можно традиционный лук, инстинктив и бары-боу. Турнир пройдет 21 апреля в Хасавюртовском районе в селе Дзержинск. Совсем скоро состоится премьера фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. В Москве состоялся закрытый показ картины. Режиссеры и члены съемочной команды проекта, в числе которых и дагестанец, продюсер фильма Ибрагим Магомедов, представили гостям новую работу и поделились историей зарождения отечественного блокбастера. На месте событий побывала и наш корреспондент Кистаман Рамазанова. Ей слово. Вот она, святая святых, красная ковровая дорожка. Правда, она сегодня не красная и не ковровая, но буквально через несколько мгновений по ней пройдут исполнители главных ролей фильма «Миллиард». Среди них Александр Бортич, Григорий Калинин, Гела Месхи, Марина Петренко, ну и главный среди главных – Владимир Машков. Герой Владимира Машкова – влиятельный банкир, который в один день потерял все свои деньги. По сюжету фильма ему предстоит вернуть себе состояние, но сначала потребуется вернуть доверие пятерых детей. Наверное, здесь я научился выдержке. Это еще часть характера, которая мне была необходима и в моей жизни, и вот она, я здесь ее воспитывал. А почему именно здесь вы научились выдержке? Что случилось такого, что… Вы знаете, когда обнаруживается, что у тебя большое количество разных детей, очень талантливых, сообразительных, у которых есть свои мечты и задачи, приходится собирать выдержку в кулак, да, чтобы не подвести молодое поколение. Крутой фильм, классный, всем надо пойти посмотреть, будет весело, задорно, необычно, и Машков, и Чинарев, и я, мы все, будет очень круто. Про химзащиту не буду рассказать, чтобы, ну, без спойлеров было. Для режиссера фильма Романа Прыгунова – это шестая кинокартина. Широкую известность ему принесла экранизация культовых бестселлеров «Духлес» и «Духлес-2». Это такая смесь комедии с крутыми фильмами про ограбление банков. То есть для любителей боевиков сойдет, для тех, кто хочет просто посмеяться, тоже сойдет. То есть можно идти и большими компаниями, с друзьями. Среди продюсеров фильма хорошо известны нам Бенкей Анисимов и Ибрагим Магомедов. Те самые махачкалинские бродяги, которые своим юмором завоевали любовь множества телезрителей, а теперь покоряют и вершины российского кинематографа. Начнем с того, что идею придумали к этому фильму я и Станислав Берестовой, и он тоже с махачкалинских бродяг. Позже мы его показали Золотареву, и он написал сценарий. Вот как оно было. А для кого это кино? Это семейное кино. Это семейное кино. Это кино для всех. Ну, плюс 12 написано, но и дети могут. Я своего младшего сына привел сюда. Жанр фильма заявлен как комедийный боевик. То есть в фильме будут и шутки, и спецэффекты. Все, что нужно для увлекательного киносеанса. Буквально через несколько мгновений закроются двери кинозала, и зрители погрузятся в историю о вечных ценностях, пускай снятую как экшен. Кистаман Рамазанова, Юнус Гитихмаев. Специально для ННТ-ТВ. Считанные дни остаются до старта очередного турнира Лиги Брейв в Иордании. Там свои поединки проведут четверо дагестанских бойцов ММА. Заключительный этап подготовки спортсмены проводят в Бахрыне. Подробнее в материале Курбана Рагимова. Позади 100 дней упорных тренировок. Подготовка Эльдара Эльдарова уже вышла на финишную прямую. На кону титул чемпиона мира. В главном поединке в своей карьере бойцу будет противостоять нокаутер из Эмиратов Мунир Лазес. Послужной список соперника дагестанца не смущает. Он готов к любому сценарию боя. Соперник у меня очень известный на Ближнем Востоке. В рейтингах он считается лучшим в моем весе среди бойцов этого региона. И для меня это хороший шанс заявить о себе в этой части мира, как сказать. Для меня это очень ответственный бой, потому что я буду первым дагестанцем, первым россиянином, который имеет возможность выиграть титул чемпиона мира в этой версии. Эльдаров и его команда тренируются на базе известного клуба KHK. За четыре года под его знаменами бои и сборы в Бахрейне провел не один десяток дагестанцев. Для экрана Али Скерова поединок в Лиге Брейв станет уже шестым. Очередная победа приведет бойца к титулу. Я прошел три лагеря на эту подготовку. Первый – KHK Дагестан. Потом почти два месяца в зале Харднокс в Америке прошел. И сейчас последний трехнедельный этап прохожу здесь, в Бахрейне, в клубе KHK. Я к каждому бою прохожу очень тяжелую подготовку. И практически на каждый бой я готовлюсь на войну. Так что, думаю, я пойду в отличной форме к этому бою. Свои чемпионские амбиции попытается проявить и Ахмед Магомедов. На его счету пока две победы в Лиге. Третья заметно поднимет его рейтинг. Пока меня все устраивает. Я в хорошей бои бореваю. Все уровень организации растет. Пока все отлично. Есть какие-то особенные заготовки для соперника или ты как обычно готовишь? Особенного ничего не придумал. То, что делал раньше, да, буду делать. Но еще лучше. 23-й вечер боев Лиги Брейв пройдет в Иордании 19 апреля. Возглавит турнир титульный поединок в полусреднем весе между Абдулом Абдулрагимовым и местной звездой Хусейном Селяви. Курбан Рагимов, Магмед Гусейнов, телеканал ННТ, Манама, Бахрейн. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова